Путин готовится к затяжной трудной войне. Россия начала вербовать женщин-уголовниц, а еще агитирует казахов вступать в ряды вооруженных сил РФ. Друзья, приветствую, вы на ютубе 24 канала, меня зовут Анастасия Норицына, и у нас в гостях сегодня Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик. Геннадий, здравствуйте. Да, я вас приветствую. Доброе утро. По крайней мере, давайте таковой всем его пожелаем. И я, конечно, приветствую всех, кто будет нас видеть, слышите в этой передаче. Я основную тему выбрала действительно мобилизацию в РФ, но предлагаю начать с актуальных новостей. Минобороны России заявляют об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. По данным ведомства, безэкипажные катера были якобы поражены с кораблей «Суворовец», но теперь стало известно, что все-таки подбит российский большой десантный корабль. РосСМИ об этом сообщают. Затопило один из его отсеков. Даже уже появляется в сети видео, сейчас попробую его показать. Там действительно видно, как буксирует этот корабль и как-то пытаются его все-таки, наверное, к берегу подогнать. Но видно, что действительно его что-то уже так потопило. Кроме того, еще сообщают о том, что сегодня в Крыму были атаки беспилотников. 13 беспилотников насчитали крымские власти и, конечно же, отчитались о том, что все уничтожили. Как прокомментируете такие события? Ну и все-таки морской флот Российской Федерации скоро может действительно быть потоплен? Ну, я думаю, что угроза такая существует, конечно. Но пока еще флот есть. Понятно, что там он потерял уже значительную часть боевой своей, так сказать, возможности. Атаки чувствительны. Атаки особенно те, которые наносятся по военным объектам, по флоту. Они очень зрелищные. Они вызывают определенные эмоции. Они вызывают определенную психологическую подавленность, в том числе в армии, во флоте. Вот. Но пока, пока не... Ну, скажем так, они все-таки носят подготовительный характер. Или под характером действительно вот такой сложной, долгой войны, при которой идет обмен ударами, эффективными ударами. Вот. Понимаете, вот с одной стороны, действительно, мы видим, что идет наращивание усилий по Крыму. И складывается впечатление, что сейчас основная задача украинских вооруженных сил, это все-таки подобраться к Крыму и что-то с этим сделать. С другой стороны, вот я общаюсь все-таки время от времени с различными экспертами, как российскими, так и российскими. И возникают у них какие-то сомнения в наличии ресурса, даже, в первую очередь, людского ресурса у Украины, чтобы продолжать длительную тяжелую войну, которая сейчас идет. В Кремле до известной степени успокоение, как ни странно. Вот, понимаете, вот в этой ситуации, когда там все горит, когда все взрывается, когда Крым, по большому счету, в полублокаде уже находится, у них некое, так сказать, успокоение, вот у самого Путина. Типа, все-таки мы построили оборону, которую пока не могут окончательно взломать украинские вооруженные силы. И это дает нам шанс на затягивание войны, на дополнительную мобилизацию, на пополнение оружием, потому что оборонный сектор России, при всех его сложностях, воровстве, глупости, без ответственности и прочее, он все-таки работает, не прекращая 24 часа в сутки. И вот сейчас, по большому счету, Путин хочет сделать так, чтобы война превратилась в войну ресурсов, и даже людских ресурсов, в первую очередь. Поэтому удары, безусловно, они очень важны. Они внушают надежду, они внушают, так сказать, уверенность в том, что победа вооруженных сил Украины будет. Но мы не должны списывать с вами и другие факторы, которые влияют сегодня на положение дела на фронте. Вот я бы так сказал. Безусловно, Украина осваивает новые виды вооружений, беспилотные, ну, по сути, дроны, надводные дроны. Мы видим, эти надводные дроны атаковали мост керченский. Они атаковали дважды уже корабли военно-морского флота России, причем каждый раз удачно. Дроны сегодня летят на Крым и на Москву. То есть это серьезный, так сказать, прорыв и в умениях, и в типах вооружения, и в повышении дальности. Но теперь сейчас самое главное доказать и показать всему миру, что наступление украинских вооруженных сил все-таки не закончилось. Оно будет продолжаться, и оно закончится серьезным результатом, который будет стратегическое значение иметь. Геннадий, а по вашему мнению, что будет делать Путин? Ведь когда была атака беспилотников на Москву, даже две атаки, то он почти вообще не отреагировал. Только когда еще на Рублевку впервые полетели, только тогда и поздно вечером он вышел. Сейчас атака на мост была, сейчас атака на Черноморский флот. Он будет молчать или же все-таки он что-то сделает? Ну и по поводу мобилизации, британская разведка писала, что Путин готовится объявить всеобщую мобилизацию, но для этого ему нужны причины. Будут ли эти атаки причинами? Думаю, нет. Пока нет. Во всяком случае, пока нет. Да, вы правы. Путин действительно готовится к крайним, подчеркиваю, случаям всеобщей мобилизации. Ну вот я тоже думал, что мобилизация будет вторая волна принудительная. Они пока этого не хотят. Я просто разговаривал с некоторыми людьми, знающими и глупосвященными внутрь, в глубь. Они говорят, что пока вот, чего они, ну что они считают своей большой ошибкой, даже не войну в Украине, как ни странно. Они считают большой своей ошибкой принудительной мобилизацией вот в этой войне, которую они провели с сентября месяца. Она имела крайне негативный эффект для путинского режима. Крайне негативный. Мало того, что она вызвала волну дикой миграции, там почти миллион уехал. Правда, к сожалению, часть вернулась. Но, тем не менее, там еще был вот такой вой по всей России. Я извиняюсь за выражение такое. Бабий вой. Куда же у наших мужей нас забрали? И почему нам создали такие плохие условия для убийства украинцев? Вот этот Бабий вой, он возымел очень негативные действия на общество вообще, на все на целом. Типа, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает, нас сейчас всех забреют и так далее и тому подобное. Они немного испугались этой волны. И решили, пока есть возможность. Они там кого-то намобилизовали. Это оказалось очень и не очень удачной мобилизацией. Люди плохо мотивированы, люди считают, что силой заставили. Они там, многие не учатся воевать, не хотят воевать, оружие бросают, командирами, так сказать, там возникают конфликты. Они поняли, что это не тот контингент, который способен серьезно воевать. И они тогда пока пришли идти по пути, я все время это повторяю, и в вашем эфире, в вашем канале тоже, это заливание процесса мобилизации деньгами. То есть, так как в России идет обнищание населения, и это обнищание населения чувствуется особенно в тех районах, где не было особой экономики, ну, депрессивные так называемые районы, там народ получает совершенно смешные деньги, достаточные просто для физического выживания. Ну, грубо говоря, там 25 тысяч зарплата, 12-13 тысяч пенсии. Вот на эти деньги там семьи живут. Если там один-два работающих, и там еще бабушка получает зарплату, вот они абсолютно на эти деньги живут, там с детьми и так далее. И в этот момент Путин бросает на мобилизацию огромные ресурсы финансовые. Идет разнузнанная пропаганда такая всепроникающая. Если ты не мужик, если ты не патриот, ты не человек, если ты вообще не служишь в армии. И сразу идет параллельно с этим объявление, что если ты идешь в армию и подписываешь контракт, допустим, там Москва, Подмосковье, Ленинградская область и так далее, сразу подъемные от региона. То есть Путин сказал регионам, либо деньги, либо рекорды. Регион говорит, мне, конечно, давай деньги, пусть рекорды идут добровольно. И вот сразу, допустим, там объявление, ты подписываешь контракт, тебе сразу дают 200-300 тысяч подъемных от федерации, от федерального бюджета. И до 500 тысяч Москва, там Подмосковье и вот эти центральные регионы, региональная выпалка. И плюс зарплата в 300 тысяч. То есть человек сразу в первые месяцы, он еще ничего не сделал, никуда не пошел, не взял в руки оружие, никуда его не направили, а он уже получил миллион. И нищие семьи, которые запутались в долгах, сейчас в России установлены свои рекорды, абсолютные рекорды, по задолженности населения, по ипотеке свыше 15 триллионов. И какой-то новый рекорд, я сейчас не помню, тоже в каких-то триллионах, установлен задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Они же растут, кажется, полгода в России, прилично растут. И, естественно, люди, которые запутались в долгах, которые живут в ипотечных квартирах и так далее, им там весь подъезд, говорят, Вася, иди. Все проблемы решишь, все твои дети там нормальные, квартира будет нормальная, хоть там с тобой что-то случится, хоть семья нормальная жить будет. И вот такое давление идет со всех сторон. И Вася идет добровольно. Вася идет, чтобы выжить. Вася начинает там стараться учиться, стараться воевать хорошо, чтобы самому не погибнуть. Вот семья довольна. Тут получает Вася бешеные деньги, которые там за два года не мог получить. Ну, представляете, 25 тысяч, и сразу миллионы по 250-300 тысяч. А их все-таки дают, эти деньги? Вот это важно. Дают. Он-то и делает, что дают. Пока дают, пока и есть в бюджете деньги. Потому что Путина же переранкировала экономику в некоторой степени, особенно там по углеводородам, на Восток, и все-таки там получают деньги. И они в бюджете есть. И эти деньги поступают... Кстати говоря, за счет, да. Вот. Остальное население молчит. Его не трогают. Говорят, задают вопрос, как гробы, которые идут все больше и больше, да? Или там достаточно большого количества. А вот те, кто пошел туда, их не жалко. Общество не жалко. Они же сами пошли. Они пошли зарабатывать деньги. Ну вот, не повезло. Кому-то повезло, кому-то не повезло. И семьи воспринимают. Ну да, нам не повезло. Так, по крайней мере, ладно, черт с ней. Что ж теперь делать? Такая жизнь. Деды погибали, отцы погибали. Вот теперь черед наш погибать. Погиб вот мой муж там и сын. Да, конечно, мы в горе, но, по крайней мере, мы хоть свои материальные проблемы решили. Я вот извиняюсь, так сказать, но вот не считая вот это вот, она плодит волну вот таких добровольных добровольцев. И они, как, наверное, объяснили коллеги некоторые, они рассчитывают в Кремле на вербовать таких на контракт 300 тысяч. 300? Плюс 300 тысяч человек, да. 300 тысяч. Ну вот вчера Медведев вышел и сказал, что уже с 1 января по 3 августа на контракт было принято более 231 тысячи человек. Ну то есть, если 300, то им еще нужно 70 тысяч человек. Пока у них это получается, пока. Они понимают, что эти 300 тысяч тоже могут быть перемолоты в этой войне. Поэтому они на всякий случай готовят всеобщую мобилизацию принудительную, когда вдруг исчезнут эти добровольцы, когда исчезнут эти выходцы из нищих семей, запутывающихся в долгах, и так далее, и тому подобное. И вот это вот сейчас в России есть. Поэтому, чему сейчас вот эксперты оценивают, что да, Путин пошел по пути интенсификации войны за счет численности армий. Эту армию вооружают, ворованный комплекс работает, выпускают то, что может выпускать, выпускают там спорят на стрелковое оружие, всякие там гранатометы, пулеметы, так сказать, там орудия, снаряды, мины и так далее, и тому подобное. Ну, то, что может быстро выпускать. Там идет на конвейерах налажено это производство, и пока оно работает. Понятно, что там сложная техника. Видимо, я не до конца еще разобрался в этом вопросе, но по всей вероятности сложная техника, ее там не хватает, она не восполняется. А вот то, что попроще производить, производится в массовом количестве. Почему там, когда говорят же ваши же эксперты, они говорят, что мы выстрелим 8 тысяч снарядов в сутки примерно. А Россия до 20 тысяч. То есть вот это вот, снаряды, конечно, все эти снаряды с большими отклонениями, потому что не могут, правильные станки, правильные точность, правильные, так сказать, заряды. Снаряды летят, хрен знает куда, но их много. Вот и все. То есть они берут массы. Не умом, а вот не числом, как говорится, воюй не числом, а умением. Нет, воюй не умением, а числом. Числом снарядов. Пусть они плохие, пусть там неточные мины летят, неточные снаряды летят, стволы уже там где-то под изношеные. Но это у всего дерьма много, и оно убивает, к сожалению. И вот эту стратегию так, чтобы сейчас выбрал Путин. Плюс там вот эти многошванерные системы обороны, чтобы Украина, самое главное, что они хотят, чтобы Украина истратила свой людской ресурс. Ресурс, который возобновляется в виде оружия Запада, стволы, боеприпасы, всяких Аймерс и так далее, и тому подобное. Они считают, что вот сейчас самое главное, перемолоть численность личного состава вооруженных сил Украины, потому что других ресурсов Украины нет. Украина может получить новое оружие, но Украина не может получить в достаточном количестве новых солдат-офицеров. Они боятся, что будут наемники западные, о которых они уже говорят? Они этого боятся, поэтому и говорят. Они на самом деле, у них тоже проблемы с личным составом. Я не думаю, что у них все так хорошо, потому что там какой-то армянский батальон создается, вышли, а столько давали новых, что-то их черный батальон, то ли казанский, то ли узбекский, не знаю, там создается якобы. У них тоже проблемы есть. Но вот они пока заливают это деньгами. А население чем они успокаивают? Во-первых, сейчас исчезла безработица. Вот мне сейчас звонят и говорят. Да, как таковой безработицы нет. Во-первых, огромное число погибло уже. Ну, заметное число. Это же активное население. Это же не пенсионеры, не дети там воюют. Это активное экономическое население. И мужики, которые там гибнут, становятся коллегами. Во-вторых, огромная миграция. Миллионы свалили. Людей не хватает. Поэтому безработицы нет. Плюс оборонный сектор, который сейчас щедро финансируется. И вот эти семьи, которые получают пособие, эти деньги вступают в экономику. Они как-то все равно закручиваются, начинают работать в этой экономике на торговлю, на общепит, на какие-то там ремонтные все дела, на строительные материалы и так далее. То есть они вбрасываются, вот эти деньги, в экономику. Таким образом оживляют ее. То есть почему я все это рассказываю? Вот мы вчера с Марком Феганом были в эфире. Я не успеваю, конечно, читать в силу загруженности комментарии, но иногда читаю. И вот я там это рассуждаю, объясняю, что союзники нужны. Война тяжелая. Нужно использовать все для побед. Пишут, вот опять оппозиция, там ничего не деля. Вот зачем вы там нужны, зачем вы там нужны, на каких-то совещаниях, заседаниях. Вот что люди, я никак не понимаю. Вот Путин ведет войну на перемалывание личного состава вооруженных сил любой ценой, чтобы снизить боевую активность. Нужно использовать все возможности, нужно использовать все знания, все понимания для того, чтобы достигать результата. Ну можно сказать, да идите вы все нахрен, все союзники. Мы справимся сами. Но тогда это дополнительные смерти солдат, офицеров на фронте и мирного населения, которые погибают. Ну пусть там, слава богу, что мы не зачистим количество за счет прочной БВО от российских ракет и всякой там другой ерунды, которая смертоносная, которая летает по небу. Вот. Поэтому тяжелая война, сложная война. бросаются в бой огромные со страной России людские ресурсы. Путин хочет перемолоть, перевороть Украину в первую очередь за счет преимуществ вот в этих ресурсах мобилизационных, людских. Вот это надо понимать. А союзники понимают это? Да и мы вчера говорили, что в России союзники есть. Российская оппозиция является союзником Украины. Безусловно. И мы больше всех переживаем, что Путин пока удается оставаться у власти. Мы же страну потеряли, мы же страну проиграли. И мы понимаем, что со страной будет. Союзники этого тоже не понимают. А кто им объясняет? Ну, я думаю, это видно на поле боя. Нет, нет. Вот кто им объясняет? На поле боя их нет. Ну, в смысле, союзники на поле боя из тех, кто принимает политические власти. Ну, власть украинская. Власть украинская объясняет. Все очень правильно, замечательно, правильно. Я думаю, что это, конечно, очень важно. А кто еще объясняет? Украину, как заинтересованная страна, понятно, она будет объяснять, говорить, призывать, потому что действительно Украине сложно, трудно. Она, в конце концов, жизнь отдаёт за общую победу. А еще кто? Ну, мы с вами и в эфирах наших. Вот мы с вами в эфирах это объясняем. А вот на каких-то комиссиях, комитетах, рабочих группах, совещаниях и так далее не присутствуют те, кто может еще объяснять это запад. Вот я объясняю французам здесь во Франции. Тем французам, которые, ну, проявляют интерес, которые в теме, я имею в виду политики, там, дипломаты, должностные лица, я им это все объясняю. Кто-то где-то объясняет в Германии, кто-то где-то объясняет там в Нидерланды, кто-то где-то объясняет в Польше. Вы по поводу этого саммита, который будет в Саудовской Аравии, что там нет России? Не только. Да не только. Вы знаете, что я хотела здесь с вами тоже проговорить эту тему, раз мы уже ее затронули. Возможен ли такой сценарий, что от России все-таки будет какой-то представитель? Я хочу поговорить об Абрамовиче, потому что он неоднократно участвовал в переговорах по поводу Украины еще в начале войны и по поводу зерновой сделки и по поводу возвращения пленных. И вот была информация, что действительно его могут как-то залучить это. ценностей. Вы понимаете, Абрамович, он там ведет работу, ну, как бы, так сказать, по налажению возможного контакта с оппозиции, с властью или с частью власти с Западом. Он там решает гуманитарные вопросы и так далее, и тому подобное. Я сейчас не про это. Я сейчас про то, чтобы союзникам надо объяснять, что нужно сделать вообще на поле боя. Что нужно сейчас сделать? Как нужно бороться с путинским режимом? Какие меры и шаги нужно направлены? Какие эффективны, какие неэффективны? Вот это, кроме нас, никто объяснить не сможет. Ну, объясняет Украину по-своему. Да. Что понимает, что знает, что видит, что ощущает и чувствует и так далее. Но Украина объясняет. А дальше союзники уже делают выводы сами. А нужно, чтобы еще была одна страна, которым объясняла, что да, украинцы права. Вот они считают вот так, вот сейчас нужно сделать то-то. Абрамович этого делать не будет. Как только он будет делать, его тут же убьют. Своих. Ты скажешь, ты что делаешь? У тебя до чего послали? Для налаженных контактов на всякий случай, чтобы канал сохранялся. Ну, решай свои вопросы по обмену детей, по возвращению детей. Решай вопросы. Еще гуманитарные. Ты куда полез? Поэтому Абрамович при всем там том, что он, наверное, играет какую-то определенную положительную роль. Мне так кажется, я могу ошибаться. Опять я очень... Ну, какая-то есть у меня, конечно, информация о ситуации с Абрамовичем, но... Расскажите нам. Ну, не все могу рассказать. Нет, не все. Простите меня, пожалуйста. Иначе, так сказать, там, да, нехорошо получится. Вот. Ну, какую-то положительную роль, безусловно, он играет. Безусловно. Но он не может играть роль противника Путина. Объяснять людям, союзникам, Западам, как победить путинский режим. Да, я понимаю, сейчас начну там писать эмоциональные люди, вот так сказать, эмоциях. Вы ни хрена ничего не знаете, вы Путина проиграли, теперь хотите другим объяснить, как его побеждать. Ну, хорошо. Мы не знаем, и хорошо. Тогда побеждайте сами, раз вы все знаете. Вот те, кто пишет там с диваном в комментариях в сетях, ну, побеждайте сами, идите на фронт, побеждайте. Игнатий, я уверена, ну, я знаю, что российская оппозиция, она отыгрывает огромную роль в том, чтобы доносить и по поводу войны в Украине, и по поводу того, что Путина, путинский режим нужно просто свергнуть, выгнать, что-то сделать, чтобы это все прекратилось. Но вы же видите, что даже этому старается препятствовать сама Россия? Ну, конечно. Сейчас там даже создано подразделение ФСБ, которое будет работать по, ну, как бы, пресекать активность деятельности оппозиции российской за рубежом. Ну, вот такая вот есть информация у меня. Такое подразделение, да, создаем такое подразделение, да, что как-то оно должно там снизить активность российской оппозиции за рубежом. Значит, они там переживают по этому поводу, по поводу нашей активности. Значит, что-то они хотят сделать такое, чтобы ее снизить. Значит, она мешает. Но ее недостаточно, ее может быть больше, и она может быть более эффективной, более полезной, если мы начнем прямой диалог с Западом, хотя бы на экспертном уровне. Хотя бы на экспертном уровне. Вот я им все время говорю, ладно, ребята, вы можете угодно говорить, потому что там недоорганизовались. Ну, во-первых, а, вы всех нас знаете, б, мы от вас ничего не требуем. Мы просто готовы вам порекомендовать избежать, как избежать ошибок, как сделать вашу войну, борьбу более эффективной. Потому что вы совершаете ошибки, мы это видим. Вы совершаете ошибки. Вот, Гутерриевич, зачем написал Путин? Зачем он к нему обратился? Вот если был бы кто-то, кто-то сказал, что нельзя этого делать, вы любым обращением к Путину вдохновляете его на дальнейшую агрессию. Вот я убежден, что значительный фактор, который сопутствовал срыву вот этой вот прекращения зерновой сделки, это вот попытка достучаться до Путина, до его там совести, до его там ответственности, исторически. У него нет этого. Угу. У него нет этих качеств. Невозможно достучаться, к тому невозможно достучаться до того, до того, чего нет. Многие другие ошибки делают, с которыми можно было бы сбежать. Можно было бы избежать многих других ошибок, если бы мы, ну, по крайней мере, хотя бы общались, вот в том числе, ну, впервые, вот один раз, слава богу, сейчас вот молодцы немцы, организаторы, пригласили российскую делегацию на Мюнхенскую конференцию безопасности. Ну, опять там где-то на полях, где-то там, вернее, за пределами конференции, как это называют, сайд-эвентс. Но это хорошая площадка Мюнхенской конференции, все говорят. Хорошая площадка, только там Россия была, ну, российские вот эти некротические силы, ну, им почти слова не дали. Ну, да, на экспертном уровне, ну, как-то на личном уровне, все хорошо, все было общение, встречи, но вот позиции, которые необходимо было бы над Западом, например, подумать, как решать, эти позиции публично озвучены не были. Ну, или даже не были, обычно, не публично, даже на каком-то таком серьезном уровне. Ну, там, по-моему, только Каспару дали слово, он провел там небольшой дрифинг, вот, и, по-моему, все. И другие, вот сейчас, слава богу, будет во Франции нормандская конференция, слава богу, там сейчас нас пригласили, будет специальный круглый стол по тому, что же нужно делать с ситуацией вот этой текущей войны, как ее быстрее прекратить, и как быстрее сделать так, чтобы путинский режим исчез. Ну, вот, у французов сейчас какое-то начинает понимание, что диалог такой нужен. Ну, вот, например, та же Джида, да, но там никого нет. Ну, чего бы не позвать туда того же Хазарковского? Ну, два-три человека. Просто задать вопрос. Вот мы делаем вот так-то, 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 так-то и так-то. Как вы считаете, мы правильно делаем? Можем мы что-то дополнительно здесь придумать? Для более быстрой победы и более качественной, так сказать, меры, направленных на достижение этой цели. Ну, можно же? Можно. Ну, будем... Кто знает Хазарковского, знает Хазарковского. Будем смотреть, Геннадий, какие вообще будут заявления с этого саммита, потому что прошлый саммит был в Копенгагене, он якобы был вообще секретным, и мы даже о нем почти ничего не знали. Вы знаете, я хочу немножечко вернуться к теме мобилизации и послушать, что вчера действительно сказал Медведев, это снова же о том, что у России, возможно-таки, не хватает тоже ресурсов, и они сейчас делают все по максимуму, чтобы разрекламировать то, что россиянам, и не только россиянам, нужно идти воевать. Слушаем. Задача остается прежней, сделать службу по контракту максимально престижной. Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере, все равно необходимо. Устранен и дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников. Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты. Ну вот, все на выплатах. Вот видите, вот мы с вами сказали то, что, в общем-то, медведи подтвердили. Они заливают процесс формирования новых мобилизационных ресурсов деньгами. Тупо заливают деньгами. И все. Я к этому хотела еще у вас спросить, что это они на россиян рассчитаны. Ну, действительно, возможно, есть вот та часть, которые за деньги пойдут воевать. Но вот появилась информация, Reuters написали, что в казахском сегменте интернета начали демонстрировать объявления о наборе контрактников для службы в армии РФ. Издание отмечает, что реклама явно ориентирована на казахов, на их изображены российские и казахские флаги и слоган «Плечом к плечу». Они обещают тоже выплату в размере 495 тысяч российских рублей. Это единовременно. И тем, кто подпишет контракт с российскими военными, будут платить зарплату в размере 190 тысяч рублей и дополнительные лготы. Смогут ли купить они казахов? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Все-таки Казахстан сейчас прибавил экономически. Я там сейчас затрудняюсь сказать. Ну, вернее, я не буду сейчас сдаваться в всякие факторы, почему это происходит. Но какая-то часть, наверное, населения Казахстана может клюнуть на это. Но если я не ошибаюсь, там у них запрещено быть участником других вооруженных сил. Ну да, я говорю, участникам вооруженных сил России дают же гражданство. То есть, если люди решат переехать в Россию вот таким образом рискнуть, сорвать джекпот, да, вроде бы, они могут не возвращаться, в общем, по большому счету. Я думаю, что какую-то часть могут, но там, понимаете, еще какая проблема в Казахстане. Там 1300 сбежало от мобилизации. Они, наверное, сейчас там уже не 300 тысяч, может быть, они сейчас там в другие страны переехали и так далее. Но там была огромная диаспора россиян, которые сбежали от войны, от мобилизации. И так как у них они находятся под двойными санкциями, это санкции, с одной стороны, путинские, вот когда там их плющат и колбасит и угрожают уголовным преследованием, сажают. А с другой стороны, вот эти все ограничительные санкции, о которых мы говорили, жена Тимура Иванова может по Франции ездить, а вот люди, которые сбежали от войны, не могут ничего делать. И вот сейчас наблюдается, к сожалению, негативная тенденция, когда часть людей, сбежавших от мобилизации в сентябре и октябре прошлого года, они возвращаются. Они просто не могут себя найти, у них нет ни документов, у них нет ни виза, ни документов нет вообще, вообще просто. Те, которые были, стекли, новые не дают. Никаких других документов за рубежом они получить не могут. И вот многие ситуации такая, что они вот сейчас могут клюнуть на эту, из россиянки, которая, допустим, в Захтане находится. Они могут согласиться за подписание контракта, получить как бы прощение. Ведь по всем канонам, они там чуть ли не уголовные преступники. И там же есть дела, где-то до 7 лет дают за уклонение от мобилизации, уже пошли первые дела, до 7, там сроки до 7 лет. Реального тюрьмного заключения. Поэтому эта реклама рассчитана, конечно, на казахов. В первую очередь, судя по цифрам и вот этим, потому что в России это все цифры выше. Там не 190, а 200. Самая минимальная цифра, которая называется 210 тысяч и выше. В основном там под 300 тысяч. И пособие повыше, там сразу 700 тысяч получаешь. Или там 650 тысяч. Но тем не менее, на эту рекламу могут клюнуть и те, кто сейчас находится из россиян в Казахстане и ничего не может получить. никаких документов, не работы, ничего, ничего. Поэтому тут вот может быть какая-то мобилизация. Я не думаю, что она будет очень сильно многочисленной. Вы знаете, как говорится, миру по нитке голому рубашка. Они сейчас работают по такому принципу. Там казахский батальон, армянский батальон. Там, где люди живут плохо, они, конечно, могут клюнуть. То есть, по сути дела, это идет государственная политика, осуществляется государственная политика России. найма киллеров на потоке, грубо говоря, на конвейер. Конвейерное производство наемных убийц за счет вот этих денег. Причем, это делается публично, открыто, гласно и без всякого стеснения. Это происходит. И мы должны это понимать, мы должны этому что-то противоставлять. Для этого нужен серьезный диалог. Потому что одним наскоком, одним призывом и одним эфиром этот вопрос не решить. Ну, это точно. Тут еще просто тема Беларуси тоже всплывает. И была такая информация, что, возможно, сейчас Путин использует вагнеровцев, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. То есть российские военные под предлогом того, что они вагнеровцы едут в Беларусь, устраивают какую-то провокацию, обвиняют в этом Украину и вот просят Лукашенко вступиться. Я думаю, что они будут нагнетать сейчас истерию в отношении Польши, Литвы, скорее всего, Латвии. Почему? Потому что вот эти, я думаю, что они будут сейчас заниматься пока они не уедут в Африку, если не уедут в Африку. Они будут заниматься провокацией, именно на границе. Ну вот вы же видите, сейчас уже какие-то мигранты появились, которые там пилят заборы, появились какие-то люди, которые там прорываются куда-то, появилось еще что-то какие-то. То есть я думаю, что Путин играет на обострение с НАТО. Вот он затеял опасную группу на обострение отношений с НАТО. Типа и войны нет, но мы вам устроим такие бяки, провокации, что вам что спать спокойно не будете. А это они проверяют НАТО на их силу или как? Они не проверяют НАТО. Знаете, это вот почему я все время говорю, что там спана в Кремле? Вот психология спаны. Психология спаны вот нужно задираться, нужно посмотреть, а что будет. А дай-ка я ему сейчас там гвоздем там слово нацарапаю. А дай-ка я у нее там потребую деньги. А дай еще там какой-то шкет какой-то там начинает там всех задирать, а там большие какие-то пацаны где-то за углом спрятались. И вот эта вот психология спаны, она сейчас используется и для провокации на границах. А давай-ка посмотрим. А вот здесь, а вот здесь, а вот здесь поморка дадим, а вот здесь там забор спилим, а вот здесь прорвемся, а вот здесь. Пока нет военных действий. То есть НАТО-то отказалось не перед военной агрессией, не перед военным нападением, когда там танки, пушки, самолеты, люди вторгаются куда-то, идут к какому-то там, неважному коридору. Там нет военных действий. Там провокации в чистом виде. Что делать с этим? Не будешь ядерной бомбой бить по Беларуси, там, где-нибудь там. Ну, я думаю, если бы Польша отреагировала, когда залетали вертолеты, да, если бы их сразу сбили, то уже, возможно, бы никаких провокаций не было. Ну, не успели, не смогли, может, они залетели совсем чуть-чуть, вот как раз для создания обстановки напряженности, истерики, формирования в воздухе ощущения вот этого урозы, знаете, когда в воздухе висит ощущение какой-нибудь подавлисти, угрозы, провокации, что-то неприятные ощущения. Я вам суверяю. Просто знаю по семье, когда становишься дичью для каких-то там структур, ощущения очень неприятные. Вот. Поэтому я думаю, что вот для этого туда Вагнер и направлен. Для организации массовых и постоянных провокаций на границе. И они будут определять тестовым путем, вот опытным путем границы дозволен. Что можно. Ну, забор спилить и пошли мигранты какая-то там толпа. Завезем еще сирийцев. Все равно не жалко, да? Вот посмотрите это, пойдет или не пойдет. Потом что-то вот залететь на вертолетах. Пошло или не пошло. Задерглись или не задерглись. Потом еще чего-нибудь. Они там вот будут, знаете, у них всегда мозги-то работают на плохое, на хорошее не работают, а на плохое с удовольствием. Вот они какие-то будут гадости планировать и в ближайшем будущем. Но вчера уже премьер-министр Польши Моровецкий срочно встретился с президентом Литвы. Обсудили как раз эти провокации, возможные со стороны Беларуси. Кроме того, стало известно, что Польша перекинула к границе с Беларусью боевые вертолеты, пилоты которых готовы без колебаний открыть огонь в случае угрозы. Ну, они еще что-нибудь сделают такое, что там вертолеты будут бесполезны. Привезут женщин в Сирию с детьми, организуют их прорыв. Ну, или там что-то такое. Вместе с ними какие-то мужики пойдут. Может быть, даже с оружием в руках. Какие-то партизаны, непонятно кто. Вот что, вертолет будет стрелять по толпе? Ну, да. Понимаете, вот они, у них вот на всякую подлость много всяких, так сказать, вариантов. Они будут, почему я говорю, что они будут тестировать, а что будет в ответ. И вот там, где будет ответ, там, где будет язык силы, они, конечно, будут отступать. Но это не означает, что они будут отступать, они в этом аспекте будут отступать, а в другом будут что-то еще придумывать. То есть, это постоянная напряженность на границе, создание обстановки постоянной напряженности как минимум на границе, с угрозой каких-то прорывов, каких-то провокаций, чего-то такого. Ситуация, в общем-то, такая вот, для наконетания. Что это делать? Для чего это делал Путин? Ребята, вы не хотите со мной разговаривать? Вы не считаете у меня стороны переговоров? Вы все усилия страточили на то, чтобы там Украина победила? Окей. Пожалуйста, пробуйте. А Лукашенко не боится? А? Лукашенко не боится, что его территорию использует? Ну, уже не боится. Потому что ему деваться некуда. Он же страну сдал в аренду давно под военной целью. Как говорится, все, что потеряв голову, по волосам не плачет. Потерялся весь суверенитет, свою независимость. В Беларуси, как таковы, как государство, уже не существует, давайте там по-честному говорить. Ну, какие-то там формальные признаки могут быть. Что же государство, которое сдано в аренду? Какое же оно суверенное? Не суверенное. Поэтому Лукашенко может и боиться, не боится, но больше всего боится, что его свернут. Это главный страх Лукашенко. А так как Путин его поддерживает, чтобы его не сверли, куда же ему деваться? Он все равно будет под Путин ложиться и чего-то для него делать, в том числе с риском самого себя, допустим, с ней. То есть он Путина боится больше, чем НАТО. Или от Путина зависит намного больше, чем от каких-то последствий, которые могут быть в результате провокации от НАТО. Поэтому, ну, да, тем не менее он обязан это делать для Путина, который дает ему деньги, который поддерживает его режим, который ввел туда войска, который там в армию. Там же зашевелилось белорусское общество, как только вот этот мятеж-то не до мятеж состоялся в Пригожинске, да? Там и Тихановская выступила, батальон зашевелился с Калиновского и, в общем-то, могли его свергнуть Лукашенко, причем даже быстрее, чем Путина. Вот он очень испугался. Он очень испугался, он понял, что Путин это единственная опора и надежда, которая позволяет ему оставаться у власти, у власти его захваченной и, по сути дела, жизнь сохранить. То есть вопрос это жизнь и смерть. Это не преувеличение, это не метафора. Это реальный. Вот в этой парадигме действует жизнь или смерть. Жизнь вместе с Путиным и смерть, который тут же придет вслед за ослаблениями его господства, власти и будет свергнут и, естественно, вряд ли останется жив. Хочу напоследок еще одну интересную тему с вами обсудить. Россия выпускает по Украине ракеты, которые были переданы украинскими властями Москве за газовые долги в конце 90-х. Об этом сообщают журналисты Схем и говорят о том, что Украина передала России 8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160, 3 Ту-95 МС, а также 575 ракет Х-55. За это нам списали долги на сумму 275 миллионов гривен. Не знаю, развод какой-то. Какие мы должны делать выводы из этого? Сейчас уже поздно делать какие-то выводы. Это же было когда? 30 лет назад? На будущее. Мы с вами не знаем будущее, какое оно у нас будет. Мы с вами еще не знаем. И есть ли оно у нас будущее, если не дай Бог, допустим, ядерная война будет. Но я надеюсь, что нет, конечно, не будет, но тем не менее. Поэтому сейчас нужно думать о будущем другой парадигме. Что будет в России после войны? Вот это ключевой вопрос сегодняшней мировой безопасности. Ключевой вопрос. А вы уверены, что если Путина не станет, то что-то поменяется? Да я об этом просто убежден. По крайней основная проблема это только Путин, да? Не Путин, путинизм как таковый, как система власти. Коллективный Путин, да. Да, коллективный Путин, вот эта система власти и так далее. Конечно. Потому что мы серьезно думаем о переходном периоде. Серьезно думаем о переходном периоде. Примерно понимаем, как выстроить эту всю схему. Нужен план общий, а его нет. А никто сейчас не может сказать, какой план в России. Не знаю, в Жиде будет что-то обсуждать план в России. Или не будут. Да, я вам там читаю комментарии этих опять диванных писак. Немцев не приглашали на Тегеран в 43. Ребят, ну вы живете в каком году-то? В 43-м? В 43-м может быть. А у Гитлера было ядерное оружие? Когда немцев не приглашали на Тегеран в 43? Не было. А Германию можно было победить до капитуляции? Можно. А Путина можно победить до капитуляции? Нет. Да какого вы сравниваете вот эти два события? Не бывает прямых параллелей в истории? Всегда что-то новое. Всегда какие-то иные обстоятельства. Можете побеждать Путина? Побеждайте. Можете оккупировать, прийти в бункер и сказать «Все, иди в ГАГу». Пожалуйста, прекрасно. Будем как шквал аплодисмента стороны российской оппозиции. Можете? Да ради Бога. Да, если бы все было так просто. Геннадий, огромное вам спасибо за разговор, было очень интересно, и спасибо за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня. Ну, а вас, друзья, попрошу поставить лайки нашему разговору, напишите свои комментарии, не забывайте указывать, откуда вы, нам очень интересно знать, где нас смотрят, где нас слышат. Ну, и также буду очень вам благодарна, если подпишетесь на наш YouTube-канал. Желаю вам также хорошего дня, приятных новостей, и говорю до встречи.